Уважаемый, глубоко уважаемый Владимир Фёдорович, глубоко уважаемые коллеги, ну вот здесь пусть не звучит диссонансом, что хотя само заседание посвящено эволюции и достижениям в области различных вариантов консервативной терапии, мы говорим о нежелательных эффектах. Дело в том, что эти нежелательные явления, они присущи и тем препаратам, которые вошли в комплекс так называемых золотых стандартов, и новым препаратам, которые отличаются тоже, по принципу, может быть, больше активности, иногда большая токсичность, и поэтому важно на это тоже обратить внимание, это важно, безусловно, с практической точки зрения. Я хотел бы сказать, что, конечно, нужно следить за достижениями в эндокринотерапии, вот буквально два примера, которые взяты с 2017 года, смотрите, например, при метастатическом раке молочной железы предложили использовать препарат, который называется Кабергалин или Достинекс, который эндокринологи хорошо знают, он используется в лечении пролоктином гипофиза, но вот оказалось, что при таком курсе к концу двухмесячного лечения наблюдалось 30% наблюдений улучшения по сумме полного и частичного ответа. То есть мы давно знаем, что пролоктин вроде бы важен, но такие примеры появляются только сейчас, что угнетение пролоктина может быть достаточно полезным. Мы ли в области урологии, если говорить о мужской части населения, мы только стали привлекать к зетиге, это абиротирон, как появляется новый препарат галитирон, который объединяет в себе комплекс трёх свойств. Он подавляет так называемый цитохром-17, он является антагонистом андрогенных рецепторов, и он способствует деградации андрогенных рецепторов, и уже обсуждается, чем лечить дальше. То есть, конечно, за этим надо следить, но мы сегодня говорим с вами о гормонно-ассоциированных нежелательных явлениях, и давайте на этом постараемся сосредоточиться. Вот прежде всего о хорошо известном, я хотел бы подчеркнуть, что здесь важно. Вот если вернуться к предыдущему слайду, то там получаются хорошо известные препараты, ингибиторы ароматаза и томоксифен, каждый характеризуется характерными побочными явлениями. Для ингибиторов ароматаза это, в конце концов, если длительно их принимают, какие-то кардиоваскулярные события или снижение минеральной плотности кости вплоть до переломов костей, а при томоксифене это тромбозы вен и рак эндометрия. То есть, как будто бы мы здесь говорим о том, что в первом случае это дефицит эстрогенов, а во втором случае это проэстрогенный эффект, то есть такая стероидная компонента. Но не только стероидная компонентна важна, и нестероидная линия нежелательных явлений, на что не так часто обращается внимание. Вот, например, работа приёма томоксифена более трёх лет сопровождался прибавкой массы тела и существенно зависел от длительности приёма. А связан ли тот же приём томоксифена или ингибиторов ароматазы с, допустим, с учащением случаев сахарного диабета? Но вот эти сведения, они не всегда однозначны. И здесь получается так, что на фоне томоксифена есть работы, что примерно на 10-15% частота диабета может возрасти, а в отношении ингибиторов ароматазы данные противоречивы. Вот в первой работе, которая наверху, там получается, что при использовании ингибиторов ароматазы как раз частота диабета снижается, но в другой работе более позднего периода, она более высока, чем при применении томоксифена. И вот эту работу даже логически может быть легче объяснить, потому что снижение продукции эстрогенов, оно может способствовать развитию эстрогенов, потому что когда в менопаузе мы пользуемся эстрогенами, риск развития диабета снижается. Короче говоря, такие вещи очень важны. Вторая часть вот этой логики сводится к тому, что редко, к сожалению, мы обращаем внимание на так называемую приверженность к использованию лекарственных препаратов. Вот я буквально несколько слов сейчас об этом скажу. Но с одной стороны, если мы пользуемся препаратами, которые активно применяются в области онкологии, то часто мы видим, что от начала приема и при продолжительном приеме этих противоопухолевых препаратов, скажем, приверженность к лечению антидиабетическими препаратами снижается. Это касается всех практически антидиабетических препаратов, которые используются в эндокринологии, начиная там от метформина, препараты сульфанилмочевины и инсулин. Но что очень важно, и появилось, как раз это ближе к онкологии, появилось в 2016 году, оказывается, что наблюдается снижение приверженности к средствам лечения в онкологии, в частности, к адювантной гормонотерапии, если этому предшествует снижение приверженности к средствам лечения некоторых хронических заболеваний и прежде всего гиперлипидемии и диабета. То есть это важный момент, и получается, что вот такая сложности с приемом препаратов против гиперлипидемии и диабета, они могут быть предсказательными в отношении того, а как будет, скажем, адювантная гормонотерапия использоваться. Это, конечно, тема серьезная, и она для отдельного сообщения. Но если продолжать говорить о нежелательных явлениях и вспомнить, что, к сожалению, заболевают и женщины, и мужчины, я вспоминаю, что во время Петербургского онкологического форума в этом году у нас был даже специальный доклад, который назывался «Гендерная онкоэндокринология». Там есть свои особенности, и сейчас я вам покажу на примере двух слайдов сходство в данном случае какого рода. Вот, например, три основных проявления полной андрогенной блокады, нежелательных три явления. Первое – это гипогонодизм, второе – это снижение минеральной плотности кости, и третье – большой комплекс метаболических нарушений. Гипергликемия, инсулинорезистентность, метаболический синдром, дислепидемия, изменение состава тела. Но если мы на это посмотрим, переходя к адювантной химиотерапии у женщин, ну, например, здесь говорится в репродуктивном возрасте, но касается в определенном смысле и постминозального возраста, это при раке молочной железы. Мы видим, прежде всего, нарушение функций яичников, опять же, снижение минеральной плотности кости вплоть до переломов при длительном приёме и прибавка массы тела. Что здесь важно? Здесь важно, что тоже меняется, так же, как и при полной андрогенной блокаде, состав тела с перевесом в сторону жировой массы по отношению к тощей массе. Но что важно для онкологов? А есть ли тут какая-нибудь связь с так называемыми онкологическими результатами? И оказывается, безусловно, есть. Вот посмотрите, важная картинка – верхняя часть и нижняя. Значит, здесь речь идёт о применении адювантной химиотерапии, длительном применении. И получается, что если вес стабилен и не меняется, то результаты лечения лучше, чем если наблюдается прибавка веса. Это касается как общей выживаемости – речь идёт о раке молочной железы – так и безрецидивно. И посмотрите, какая в определённый период времени огромная разница в процентах по результатам лечения. Трудно назвать какой-нибудь препарат, который бы так бы улучшил, а это лежит на поверхности. Если мы следим за тем, чтобы не было прибавки массы тела при этом, возможно, мы делаем благо для пациентов. То есть у меня даже сомнений в этом нет. Теперь, если говорить о нежелательных явлениях, есть у них ещё одна достаточно важная сторона. Она касается того, что не всегда они плохи. В том смысле, что вот, например, если мы возьмём тамоксифен широко или в большом числе присущем ему развитии, скажем, приливов, то оказывается, что у тех больных, у которых наблюдаются приливы, вазомоторные явления, у них результаты лечения лучше. Это достаточно давно показано. И когда мы говорим о томоксифене или, скажем, о нострозоле ингибиторе ароматазы, то опять-таки, если рано, к третьему месяцу появляются или вазомоторные явления, то есть те же самые приливы, или суставные симптомы, то оказывается, что результаты лечения у таких больных в конечном итоге лучше. И хотя есть подкрепление вот этих данных на уровне генетики, которые мы привыкли в настоящий период придавать, наверное, справедливо, большое значение, но это не означает, что не нужно способствовать ослаблению подобных проявлений, потому что, конечно, нежелательных, потому что, конечно, несмотря на то, что они связаны с улучшением результатов лечения, они, в принципе, ухудшают качество жизни. И если мы эти проявления, скажем, ослабляем, проявление приливов при лечении томоксифеном, это никак не будет потом отражаться на результатах лечения в плохую сторону, потому что если у женщины эти приливы есть и развиваются, значит, они уже сопряжены с лучшей реакцией на лечение. Это мы говорили с вами о гормонной эндокринотерапии, химиотерапии. Теперь несколько слов о таргетной терапии и иммунотерапии. Если говорить о таргетной терапии, там чаще всего как раз в основном нестероидные проявления. Это касается функций щитовидной железы. В основном речь идёт о гипотиреозе. Но это касается... И поэтому надо всех больных, которые всё-таки таргетная терапия назначается, нужно опрашивать их на предмет имеющейся у них в анамнезе тиреоидной патологии и следить в динамике и при необходимости использовать соответствующие препараты, скажем, тироксин в случае гипотиреоза и так далее. Относительно редко, но всё-таки бывает при применении имотениба, гливека, гипогликемии. А нередко бывает и улучшение гликемического контроля у больных диабетом на том же препарате, на нексаваре, на сутенте и так далее, которые сопровождаются иногда, хотя мы не очень часто это видим, но в литературе об этом пишут, снижением доз антидиабетических препаратов. Следовательно, и в том, и в другом случае необходим контроль гликемии и уровня гликирного гемоглобина. Иначе себя ведут ингибиторы МТОР. Это типичный пример. Эверолимус или афинитор он иначе называется. Хорошо известно, что ему приём у этого препарата присуще развитие гипергликемии. И вот оказывается и гиперлипидемии тоже. И гипергликемию могут вызывать и препараты, которые относятся к группе ингибиторов фосфодитил и назитол-3 кеназа. Они не очень у нас распространены, но в онкогематологии вот это, например, препарат Зиделик. Им уже начинают пользоваться, и следовательно, надо за этим следить. Переходя к иммунотерапии, о которой будет много ещё докладов, и я очень коротко хочу сказать, что, конечно, есть предпосылки, почему именно при иммунотерапии довольно много эндокринно-ассоциированных нежелательных побочных явлений. Во-первых, сама эндокринная система теми или иными путями может влиять на иммунитет. Это касается астероидов и метаболических факторов. Терминология метаболической иммунодепрессии родилась в стенах этого института под эгидой Владимира Михайловича Дильмана. Сейчас есть новый термин, который называется иммунометаболизм, и он характеризует обменные процессы непосредственно в клетках иммунной системы. Распространены аутоиммунные заболевания эндокринной системы, и некоторые клетки иммунной системы способны к продукции гормонов и связи с рецепцией опухолевой ткани. Вот у нас около 20 лет тому назад при участии Владимира Фёдоровича Семиглазова была работа сопоставления лимфоцитарной инфильтрации опухолевой ткани с гормональным метаболическим статусом больных и рецепторным фенотипом. И эти сведения сохраняют значение до настоящего времени. И в то же время была работа, в которой нам тоже удалось принять участие, что если имеется заселение опухолевой ткани макрофагами, сами макрофаги способны вырабатывать эстрогены, и это может менять течение заболевания. Но вот если говорить об эндокринопатиях, связанных с иммунотерапией, очень коротко, там есть так называемые контрольные точки, которым определённые белки функции цитотоксических лимфоцитов ограничивают, созданы препараты, отменяющие это препятствие. На слух вы уже их, наверное, знаете, это и рвой, и обдивок, и труда. Они стимулируют аутоиммунные реакции, это сопровождается нежелательными явлениями, которые затрагивают и эндокринную систему. Там есть определённая препарата специфичность, в некоторых больше проявляется нарушение тиреоидной функции, у других бывают такие сложные вещи, как аутоиммунный гипофизит. Но в лечении, помимо заместительной терапии, которая, в частности, при гипотирёзе используется, или лечения при тиреотоксикозе, часто используют глюкокортикоиды, которые, если они даются в высоких дозах, тоже им присущи определённые осложнения. Значит, если суммировать всё сказанное, то мы можем выделить группу воздействий, которая включает эндокринно-гормонную терапию, химиотерапию, таргетную иммунотерапию. И сюда можно причислить и лучевую терапию, о которой сегодня не было времени говорить. Ну и группа нежелательных последствий, многие из которых я перечислил. Не все из них говорят о том, что всё плохо. Наоборот, как мы на примере приливов говорили, можно говорить или ожидать того, что результаты лечения на томоксифене будут лучше. Но ясно, что нужно разрабатывать средства коррекции и, возможно, более эффективные подходы, чем известно сейчас. С практической точки зрения важно не пропускать такого рода симптоматику и не стесняться контактировать с эндокринологами. Так, опять-таки удар такой. Вот, значит, что можно сказать? При томоксифене защита эндометрия прогестинами, к сожалению, себя не оправдала. Но я хочу про прогестины сказать, которые используются при лечении атипической гиперплазии эндометрия и иногда при раке эндометрии у молодых женщин. Там довольно часто всё-таки наблюдаются рецидивы, и отчасти они объясняются тем, что прибавляется масса тела, и этим объясняют, по крайней мере, часть рано наступающих рецидивов при использовании прогестинов. При томоксифене развивается инсулинорезистентность, и там нужно обращать внимание, ограничивать тоже прибавку массы тела, наклонность к тромбоэмболии – это антикоагулянты. При ингибиторах ароматазы, защита костной ткани, вам хорошо известно, бисфосфонаты, но сейчас Деносубаб продвигается. Гиперлепидемия обязательно, это статины чаще всего. При химиотерапии, которая тут важна как при раке молочной железы, так и при лимфомах, следить за авариальным резервом, но в случае рака молочной железы это очень индивидуально и осторожно делать, когда обсуждается вопрос, можно ли пероральные контрацептивы, или можно заместительную гормонотерапию. В литературе это иногда продвигается, но с определенной осторожностью. Защита костной ткани, бисфосфонаты, тоже обязательно обращать внимание на прибавку веса и предупреждать ее. А при лимфомах, когда даются высокие дозы кортикостероидов, мы часто видим стероидный диабет, и нужно тоже заниматься его коррекцией, там может быть акцент на инсулинотерапии. При таргетном лечении тиреоидная дисфункция, недостаточность коры надпочников, нарушение углеводного обмена, для всех ситуаций есть состояние. При раке предстательной железы гинекомастия, гипогонодизм и тоже ограничение прибавки веса. В отношении иммунотерапии скажу, что при активном участии нашего центра под эгидой Светланы Анатольевны Проценко подготовлены практические рекомендации. Я не буду здесь сейчас останавливаться. Они опубликованы, и они касаются, в частности, эндокринных проявлений. Это важная в сумме область, заслуживающая постоянное внимание. Нужна стандартизация. Значит, выводы. Бесспорная польза, демонстрируемая консервативной терапией новообразований, сочетается с рядом нередко весьма серьёзных и типоспецифических гормоноассоциированных последствий, которые нуждаются в своевременном выявлении и по возможности предупреждения, эффективной и обоснованной коррекции. Я хотел бы поблагодарить организаторов этого заседания общества и всю аудиторию за внимание, а также показать вам жёлтого ткачика, который обитает в Южноафриканской республике, где в ноябре 2018 года состоится очередной уже 17-й международный конгресс гормона Ирак. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok